Ну что ж, всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Нигма. Продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. В прошлый раз мы не смогли до конца пройти этот квест, и я надеюсь, что сейчас у нас всё получится. Итак, начинается испытание, появляются маги. Так, чё-то я не понял, где маги, а вот они. У меня, правда, не накоплены ульты. Ну, то есть... Ну, вы поняли, да? Господи, без лагов это в тысячу раз легче проходится, на самом деле. Я, грубо говоря, их раскатал меньше, чем за 30 секунд, если бы не мазал. Ещё при этом. Как бы это было изи. Ну, с лагами, конечно, понятно, что там, типа, время идёт быстро, а здесь как бы изи-бризи. Итак, теперь нам надо, как я понимаю, забрать только награду. Хотя, может быть, ещё внутри будет какой-то, не знаю, там, файт или типа того. Ща посмотрим. Я вижу пауков. Давайте мы сразу от пауков избавимся, потому что они мне не нравятся. И так же можно здесь собрать Корляпис. Я, правда, он мне, правда, особо не нужен, потому что он требуется только для возвышения уровня персонажа и двуручника мечника, я не помню, ледяной, который, как его зовут там, Джун Юн или как-то так, короче. И ещё для пятизвёздочного персонажа, тоже для возвышения требуется Корляпис. Так, давайте мы соберём. Но мы будем его собирать потихоньку, чтобы если у нас, когда появится герой, мы могли чуть ли не до хула сразу возвысить любого вообще, кто тут есть. Так, богатый сундук сюда, пожалуйста. Руны усиления, всякие штуки-дрюки. Окей. Так, а здесь не было сундука, или я его уже взял? И ещё роскошный сундук у нас здесь есть. О, 34 уровень, нифига себе. Так быстро? Офигенно. Так, собственно, все награды у нас здесь вроде собраны, если я не ошибаюсь. Тут же нельзя ни с чем больше взаимодействовать. Типа плиты там какой-то или типа того. Да вроде нет. На потолке тут вряд ли тоже что-то есть. Я крайне в этом сомневаюсь. Ну ладно, в принципе, более-менее наградка такая. Я бы хотел, во-первых, собрать 200 осколков, которые нам выдаются каждый день сейчас в течение четырёх дней. Это, по-моему, третий раз мы сейчас уже будем их собирать. Так, остынь. Выполнили ещё одно достижение. Так, и мне бы надо ещё собрать осколки за третий из четвёртых дней. А нет, это уже четвёртый из четвёртых. Жалко, я думал, что ещё один день мне будут давать осколки, но это время так быстро прошло. И теперь мы пойдём с вами по заданиям по доставке пищи. Охотник экспресс. Это у нас, получается, в Монштадте, если не ошибаюсь, с Сарой надо поговорить. Поэтому давайте переместимся в первую очередь в Монштадт. Сегодня у нас задание как раз-таки в Монштадте. Точка телепортации. Переместиться. Интересно, а второе задание тоже у Сары? То есть, которое, типа, ежедневное? Или оно уже идёт, как сказать, у кого-то другого квестного перса в Монштадте? Ну, мне кажется, что у неё, потому что не было указано отдельно квест. Именно было указано и квест, по-моему, и задание в одной точке. Да. Скорее всего, так. Да-да-да, видите, фиолетовое тоже здесь находится. Ну, ладно. Давайте первым делом Охотник Экспресс, конечно же. Итак. Сара, здравствуй. Давай сначала Охотник Экспресс. Особый заказ. Картофельный. Придётся доставить. Хорошо и быстро. Очень хорошо. Спасибо тебе. Давай показывай, чё, где, куда. Выполните ставку за 30 секунд. Во время выполнения запрещено получение урона и получение элементального статуса полёт, бег и прыжки у нас разрешены. И карабканье в том числе. Блин, офигенно. Люблю, когда они очень сложные такие, типа... А, ну да, они очень сложные. Понимаю. Ну, поехали. Как я понимаю, здесь просто надо залезть на гору и с горы перелететь на другую гору, чтобы быстрее дойти до заказа. Вряд ли нам придётся... Точнее, не придётся, а вряд ли нам нужно получать... Проблема только в том, что здесь залезть-то будет не так-то просто. Так, карабканье у нас разрешено, как и, собственно, полёты и всё в таком духе. Давайте немножечко подождём, пока отрегенится выносливость. Тормозить нам явно не нужно. Так, хорошо, забрались на пик. Теперь будем двигаться дальше ещё выше. Так, здесь бежим спокойно пока что, чтобы хватило выносливости. Залезть наверх, отлично. Теперь бежим по горе. И надо будет перелететь с этой горы на соседнюю. Надо оставить только немного выносливости для этого. Блин, половина времени уже прошла, не знаю, успею, не успею. Так, я думаю, здесь можно, в принципе, перелететь как можно дальше. чтобы, так сказать, не вступать ни в какие конфликты с обитателями. Я думаю, по времени я и так, и так успеваю. Ещё целых 20 секунд у нас. Так, здорово, братан, я принёс. Есть хочется, вот ваш заказ. Спасибо большое. Это было легко. Задания в масштате всегда обычно самые лёгкие из вот этих вот. Доставка ваншу, это у нас улыбчивого Ян Сяо, или как там его зовут. Так, давайте сюда тогда переместимся. Второе задание, оно обычно среднее по сложности, а третье, которое в Ли Юэ, оно обычно самое сложное. Идёт. Не знаю, как они на этот раз сделали, может быть, они в этот раз по Ли Ту пошли, и мы выполним эти задания очень просто. Хотелось бы, конечно, так, неохота тратить много времени на выполнение вот этих вот ежедневных ивентов. Тем более, я не люблю, когда они на время. То есть, реально, я не люблю, когда на время ещё и с ограничениями. Так, улыбчиваем Ян Сяо. Ну, давай, рассказывай, собственно. И мы, кстати, можем у него тут, это, потырить всяких вещей. Немножечко. О, новый рецепт, серьёзно? Чё, так просто? Это хорошо. Так, давай, рассказывай, короче. Да-да-да, я слышал, есть особый заказ варёного чёрного огня. Не лазай по горам и не летай, да, как я понимаю. Так, сейчас посмотрим ещё раз условия. 80 секунд, запрещён полёт и карабканье. Но я могу получать урон спокойно, хорошо. Ну, я думаю, здесь, вот здесь надо переместиться, но вряд ли в самой деревне Цинце нужно быть. Но 85 секунд, это жёстко. Но я могу, в принципе, получать урон, да, как я понимаю. И элементальный статус. Единственное, что я не могу карабкаться и летать. То есть, мне нельзя закарабкиваться на какие-то горы и нужно как-то пешим ходом дойти до точки доставки. И при чём это сделать всё надо где-то секунд за 60 сейчас. Да, примерно так получается. Так, где тут мост? Бегать, слава богу, можно? Ой, тут оказывается Геокул не забрал. Так, ты можешь не делать вот этого, когда у меня очень сильно ограничено время? Также я могу получать элементальные статусы, поэтому это всё не страшно. Я, конечно, буду на всякий случай уворачиваться от противников, потому что, мало ли, вдруг здесь просто не указано, что я должен делать, но при этом я не могу, допустим, получать урон всё-таки. Блин, это не считается. А как здесь пройти так, вот залезть сюда наверх, чтобы не карабкаться? Тут нигде же нормального подъёма нету. То есть, наверняка, можно как-то вот так, наверное, пройти. Да, здесь вот так вот можно было пройти и забежать сюда. И здесь, оказывается, ещё один Геокул есть. Ну ладно, придётся заново пройти это задание, но теперь я хотя бы примерно понимаю. То есть, суть до дела квеста. Так, давайте ещё раз принять. Ну, как я говорил, здесь уже средний уровень сложности. То есть, очень сильно жмёт по времени доставка. Поэтому тормозить не надо, но можно бегать, можно чуть-чуть закарабкиваться, знаете, вот таким подниматься на одно колено по скалам, но нельзя именно карабкаться по самим скалам. Я чуть-чуть покарабкался, вот сейчас буквально меньше секунды и всё равно мне типа засчитало это за карабканье по скалам. Хотя, блин, они специально так сделали, чтобы здесь можно было вот ошибиться таким образом. Так, здорово, братан, я ещё раз хочу попробовать пройти твой ивент, скажем так. Да, господи, не убегай ты от меня. Да, блин, я готовку нажал, ну серьёзно. Так, давайте хотя бы изучим рецепт, я не знаю, минеральный, миндальный тофу. О, кстати, я давно не знал, не знал, куда мне миндаль использовать, но теперь буду знать. То есть, миндальный тофу, я думаю, там и миндаль, и тофу надо для приготовления. В принципе, и то, и другое, по сути, покупается в магазине. Так, поехали ещё раз пробовать попытка номер два. Так, быстрее не тормозим, сразу телепортируемся в нужную точку. я, конечно, не уверен, что нельзя получать урон, точнее, что можно получать урон, но, по-моему, в испытании не было такого условия, как нельзя получать урон. То есть, здесь чисто можно, вроде бы, его получать. Но я на всякий случай буду пытаться уворачиваться от противников, потому что, так или иначе, те же морозные стрелы у морозных или чурлов, они... Блин, я думал, сейчас она закарабкается на забор, и у меня будет опять провалено всё. Те же морозные стрелы у морозных или чурлов, они замораживают и не дают тебе некоторое время ничего делать. Это из минусов. Так, выносливость я всё потратил. Да, братан, да. Вот, я получил урон, но мне не завалило это квест. Отлично. Это не считается же закарабканье, вроде бы, да? Блин, господи, как же подлагивает иногда временами. Так, кому надо доставить? Тебе? Ну, давай, здорово. Всё, я уже сделал скоро доставят, да вот уже всё. Ян Сяо неплох, ну да. И осталось последнее, последнее задание выполнить, самое, скорее всего, сложное. Это задание в Ли Юэ, погнали шеф кого-то там. Так, ну поехали, поехали. А потом пойдём выполнять ежедневные задания, потом посмотрим, открылись ли у нас какие-то данжи, где мы можем для улучшения талантов либо оружия, возвышения оружия и улучшения оружия набрать ресов и дальше уже будем плясать, наверное, с, как сказать, с дополнительным или с основным квестом. Я уж не помню, прошёл ли я все дополнительные квесты или какой-то у меня остался? Прошёл ли я про, это, квест про, как его? Полностью прошёл ли я квест, где был в Монштадте про этого, ну, про Делюка, блин, я забыл, как он называется, легенда, а, полуночный герой, во, вспомнил. То есть, прошёл ли я квест о полуночном герое или ещё нет? Надо будет тоже его выполнить, если я его ещё не прошёл. Так, сейчас у меня пролагает немножечко, и я поговорю с поваром. Так, окей, здорово, слышал особый заказ. Давай, 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 я доставлю, да, благодарю. Элементы не трогай, то есть, нельзя получать элементальный урон. 70 секунд, да вы чё, издеваетесь? Полёт, карабканье, получение элементального статуса. Нифига себе, у вас, конечно, условия жёсткие. Погнали сюда тогда, стелепортируемся. Мы стелепортируемся на гору, но мы можем с неё спрыгнуть и нанести удар, за счёт чего у нас будет погашена сила. Я только вот не посмотрел, спринт запрёщён у нас или нет. Блин, самое бесячее, что вот пока идёт загрузка, у тебя идёт время. Вот это самое, самое, так сказать, острое. Так, окей. Я не с той стороны спустился. Это может мне выйти сейчас боком. Да, карабканье нельзя. Блин, ну, я не в ту сторону начал спускаться с этой горы. Ну, это издевательство какое-то нереальное. Почему она не в ту сторону стала? Почему мне постоянно переворачивает камеру, как мне не нужно? То есть я иду в совершенно противоположную сторону. Так, ну ладно, погнали ещё раз попробуем взять это задание. Ну, как я и говорил, третье обычно самое сложное. Во-первых, тебе даются 75 секунд, включая вместе с телепортами, вместе с перемещением, и при этом ты ещё должен спуститься за это время со скалы. В принципе, если нажать удар перед самым приземлением, я не получаю урона. Если бы же я получил урон от падения, либо умер, либо нажал бы слишком рано удар, то мне бы нанёсся урон, и скорее всего, я бы провалил это задание. Ну, блин, если бы мне только сказали, что надо запускаться с другой стороны. Но камера меня опять подвела. Опять она телепортировала меня не туда, куда я хочу. Надо ещё раз с условиями знакомиться, то есть, доступен ли мне спринт хотя бы. Давай заказ. Да-да-да-да. Да-да-да, я понял. Сходить за облачный предел. Доставлю, благодарю. Итак, подожди, элементы нельзя получать. 70 секунд, полёт запрещён, карабкание запрещено, элементальный статус запрещён. А, урон не запрещён, ну тогда можно спокойно вообще, как бы, идти. Но карабкаться запрещено, а там это где-то рядом со скалой находится. Вот это меня напрягает немного. Самое бесячее, что тут всего 75 секунд. И когда ты телепортируешься, да, к точке, время не замедляется. То есть, оно идёт в реальном времени. То есть, вот пока загрузка сейчас идёт, у меня время тратится на задание. Так, давай быстрее уже. Вот он не в ту сторону просто тебя показывает, как бы. Офигенно, конечно, спасибо, блин, большое. Но тут урон, оказывается, можно получать. Что меня, несомненно, радует. И, по-моему, спринтом тоже можно пользоваться. Подожди-ка. Это наверх надо было идти, зараза. Это на горе. Не успел, зараза. Это была близкая. Давайте ещё раз тогда. Ну, я не знал, что это на горе было. Если бы я знал, что это на горе, я бы успел. То есть, блин, не туда нажал. просто я заранее не знал, что это будет именно на горе. Я думал, это рядом с горой или под горой. А оказывается, это здесь. Да, блин, можно убрать, пожалуйста. Я хочу точку телепортации выбрать. То есть, грубо говоря, когда уже перемещаюсь туда, мне остается 40 секунд на всё про всё. Ну, 45 может быть, да? Ну, может быть, в 50-ом, я не знаю. Как-то я тип того. Ну, миссиатская, на самом деле. Не очень люблю такие вот ивенты. На время, на полёты, на прыжковые упражнения, на карабканье и так далее. Я люблю, когда, допустим, убейте 50 монстров и типа без времени. Вот это по мне. Пускай там их сложно убить, но хотя бы, блин, тебе не нужно это делать на время. Ты можешь там сам для себя всё как-то делать, а не куда-то постоянно спешить, что-то быстро всё делать. Я не люблю. Я люблю размеренный, спокойный геймплей, а не спешку вот эту вот непонятную. Так, поехали. Но при этом, оказывается, можно получать ирон, может даже умирать, падая с горы. Возможно, кстати, это один из быстрых этапов прохождения, хотя в любом случае с любой горы можно приземлиться на мечение, потеряв здоровье. Но можно, кстати, сокращать ещё время падения, если я сразу буду нажимать удар. Хотя, наверное, она с ударом падает примерно с такой же скоростью, как и без удара. То есть, не важно, когда ты там нажмёшь удар, мне кажется. да вы издеваетесь, что ли? Отлично, минус три перса уже. Так, я не помню, точно вот здесь мне надо идти или не здесь всё-таки. По-моему, мне как раз на этой горе надо с ней поговорить. Да-да-да-да-да. Ну чё, здорово, чё я могу сказать? Да, я потерял трёх персонажей. Они умерли в попытке доставить этот заказ. Я единственный, кто выжил. Окей, хорошо. Так. Я предлагаю нам сразу переместиться сюда, пока мы здесь рядышком. Звёзды можно, конечно, пособирать, но мне как-то в лом сейчас собирать звёзды. Я хочу побольше по сюжетке пойти и поиграть. На звёзды, ладно, пофигу уже. Пока что. Потом уже соберём эти геокулы. Так, сейчас всё, всё, восстановили нам уже всё здоровье. Замечательно. Давайте мы получим награду за выполнение квестов 60 камней душ. Точнее, сколков... Не камней душ, господи, я забыл, как они называются. Так, ещё можно здесь забрать награду за вход в игру. Ну и погнали теперь по ежедневкам. Хотелось бы пройти ещё ежедневные задания. Они у нас сейчас в Монштадте, в принципе. Чё ж все такие далеко-то так? Так, ну давайте начнём отсюда, я думаю. Отслеживание сюда. Чё здесь надо глаз бури убить? Изи. Телепорт. Не вопрос, как говорится, задание будет в Монштадте пройти легче лёгкого. Но они, да, они скорее все будут чередоваться. То есть день задания в Монштадте, день задания в Лиуэ. День задания в Монштадте, день задания в Лиуэ. То есть они одновременно, либо же с другой какой-то периодичностью вроде бы не появляются эти задания ежедневные. Хотя я бы в основном, наверное, проходил лишь задания в Лиуэ, если бы мне давали выбор. так, нам надо двигать куда-то сюда. Да, я уже вижу, где глаз бури. так, ну здорово, братан, я здесь. Сразу заряженную атаку на него сделаем, потому что он получил урон по воде. нифига себе, он завейдил меня, точнее, запредиктил. он очень много урона получает. на тебе еще урона, блин, он не в воду упал, а немножко рядом с водой, это, конечно, не приятно. А как тебе такое, сволочь? Все, изи, отдыхаешь, парень. Так, выпадет из него что-нибудь из лутика? Нет, из лутика ничего не выпало, к сожалению, но давайте тогда пойдем по следующему заданию. Ближайшее это у нас вот здесь. Поехали. Немножко чайку. Так, надо убрать только от ноута подальше кружку, а то я сейчас залью нафиг ноут, случайно ее задев. Так, мне надо двигать куда-то в эту сторону. Блин, каждый раз приходится разворачиваться, почему-то задание всегда находится в противоположной стороне. Вот бы они добавили автоматически, если у тебя стоит отслеживание какое-то задание, чтобы герой поворачивался при телепортации именно к этому заданию. Так, ну здесь просто, здесь просто хиличурлов надо развалить всех. Там щитовик этот дебильный, правда. Не успел я его заблокировать. Копим на ульту, чтобы пробиться как-то через его щит. Так, минус один хиличурл. Блин, сейчас бы, конечно, не помешала бы ульта Эмбер, но я ее потратил на предыдущем боссе. Поэтому придется страдать и бить его в дурацкий щит. Но еще можно за Байдо попытаться его пробить, я не знаю, там. она чуть-чуть больше урона наносит по щиту, чем у нас Джин. Хотя я просто ультану, его должно немножко снести ему здоровье все-таки. Как-никак. Надо ждать, когда он открывается и тогда уже использовать элементальный навык. вот сейчас, к примеру, я смогу попасть по нему элементальным навыком, когда он разгоняется, он не использует защиту. Да господи, сдохни ты уже, господи. Давай быстрее. Отлично, наконец-то он отжал свой блок. Так, наслаждайся, братан, и давай лучше вниз, мы с тобой здесь разберемся. Нифига себе, он меня задел, конечно. Так, пошла ульта, затем элементальный навык, и это, в принципе, изи-изи-изи-изи-изи-изи-изи-изи-изи-изи-изи-изи-победа. О, редкие вещи выпали с него. Так, здесь я тоже хотел бы разбитую маску собрать. Ну, грязную маску, ладно. Так, рок еще с того хиличурла. И здесь еще одна разбитая маска. Из них вот сможем потом крафтить, наверное, грязные маски через алхимию. Так, следующее задание. Одно есть здесь, но нам надо сначала, наверное, разобраться с этим заданием. Я думаю, ближе будет пробежать через дорогу по этой штуке, чем с горы лететь. Хотя, фиг его знает. А потом пойдем в Манштад на доставку скорее всего, еды. Надо еще посмотреть, что я могу там приготовить, заодно, когда будем в Манштадте. Когда уже вернемся с задания про еду, посмотрим, что там есть по этому, тому самому по еде, по приготовлению. То есть, могу ли я уже готовить миндальный тофу из нужных мне ингредиентов. то есть, если у меня нужны ингредиенты на приготовление миндального тофу. Если там требуется столько миндали тофу, я могу просто его в нереальных количествах запасти. Так, я не туда пошел. Я только сейчас-то понял. Но придется еще прогуляться. Так, травосветяжка мне пока особо не нужна. Поэтому я собирать не хочу. Так, здесь надо развалить пару хиличурлов в принципе. Нифига себе бежит, бежит за мной просто. Через пол локации за мной бежит. Ну, что сейчас отстанет? Он вечно меня преследовать не будет. Я уйду из зоны действия его зоны, так скажем, и он отступить должен. Да, вот уже отступил. вот сразу, блин, не успел до подкрепления убить хиличурлов, ну ладно. их не обязательно убивать, то есть я могу уже сваливать в принципе. но я решил все-таки пофармить маски, они мне пригодятся. То есть зеленые маски, разбитые маски и все в таком духе. вот засранец прям передо мной поставил эту шнягу. а что подо мной трава загорелась, он же вроде травяной, не ледяной маг. так, свиток и еще свиток божественной магии. Разбитая масочка. Еще пара лутиков, ой, что-то уже смеркается. А нет, это я просто подошел, видимо, к краю локации. Да нет, вроде тоже темнеет. Так, ну а теперь мы пойдем с вами по финальному заданию на доставка еды, окей. Давайте, эллипортируемся, доставим еду, последнее задание в Манштадте. А дальше уже будем двигать по квестам различным. Хотелось бы завершить квест о полуночном герое, если он еще не завершен. И еще хотелось бы это. ой. Да, по-моему, он не завершен, потому что нам говорил чувак, вот этот делюк, говорил встретиться в гильдии. То есть, я помню это. так, здорово, Мона или как там тебя зовут? Сара. Я вас постоянно путаю всяких. Заказ, Мона это у меня как раз герой. Пришел поесть, твое желание, видна, корни рассвет, жареные редисовые шарики, хорошо, найти в районе, спасибо тебе, окей, не вопрос. Заберите готовое блюдо, ну типа, на, держи, вот яйца. А теперь на время, да? Да, время пошло и нам нужно доставить их в винокурню рассвет. Ну погнали над статую НМ Архунта, пойдем. Можно было и от другого чекпоинта двинуть, обычно я от другого чекпоинта бежал, но сейчас хочу перелететь просто в нужную мне точку. Обычно там дается, кстати, время, ну достаточно маленькое для того, чтобы доставить, то есть ты опять же как будто играешь вот в эти мини-квесты по доставке блюд, но чуть-чуть все-таки больше времени дается, чем на доставку блюд, поэтому в принципе я думаю мы успеем. 100 секунд, 190 метров, но это вообще изи. Тем более тут нету таких каких-то ограничений, не получая элементального урона там, еще какой-то гадости. Так, здесь нам понадобится выносливость, потому что мы будем прыгать с горы, поэтому немного выносливости надо бы себе оставить. Видите, здесь побольше времени дается, блин, и опять квест на винокурне, серьезно? Что там за квест? Надо бы его взять, чтобы он мне хотя бы в список добавился квестов. Так, здорово, я принес. 70 секунд еще осталось, офигеть, я за 50 секунд справился. Окей, яйца, да, разбираясь еде, благодарю тебя. Все, до свидания. Все, теперь надо забрать, собственно, так, где находится этот квест? Он находится где-то вот здесь. Ага, вижу. Аделинда, здорово, что тебя интересует? Хорошенько все почисти, вымойте впечатление, самое важное, простите меня, будем внимательнее, все хорошо. Приветствую, путешественник, добро пожаловать винокурню, рассвет, буря прошла уборку, простите меня, мы будем внимательнее, вот вы это говорили, пошевелитесь, девчонки, я помогу тебе. Подметать? У нас мало, пойдем внутрь, там многое нужно убрать. Окей, погнали. Проводите Аделенту к винокурне, рассвет. Так, секунду, я поставлю на отслеживание пока генеральную уборку, на заказ мне торопиться особо не надо, поэтому погнали внутрь винокурни. Как я понимаю, мне здесь потребуется, опять же, ветер, да, то есть, чтобы убирать это все. Но у меня есть на этот счет, как бы, Джин, у нее ветряной навык, такой же, почти как и у главного героя. Если не такой же вообще. Ну, наверняка, они чем-то отличаются. Принцип Т1. На нанесение ветряного элементального урона, ну, анемо урона, как он называется. Весь пол в пятнах, что здесь случилось? очистите все пятна. Да, работает вроде бы. Да, минус одно пятно, хорошо. Только один раз действует, придется второй раз еще так делать. А, это не пятна, это листы бумаги. Ну, давай тогда разбираться. Сейчас разберемся. Блин, почему на каждое пятно требуется два анемо-навыка? кто вообще эти пятна здесь наследил? Где последняя? Я не вижу. Ага, нашел. Тут еще Эльзар есть, кстати, с квестом каким-то. подожди, а что у тебя за квест? Шторм раздражает, в чем дело, господин Дилю говорил о вас, а не в лучшее время, ордов Вониос обход, телеги, может быть, навести порядок на дорогах, окей, не вопрос. Спасибо вам за желание помочь. Так, я убрал, короче, твои пятна, что дальше надо делать? Наверняка это не все. Да, все чисто. А, что, все что ли? Это такой изи... Серьезно? Это вот настолько все просто было? Ну, и награда, как бы, наверное, такая себе. Да, блинчики к чаю, моро, больше ничего не дали. Так, что у нас по следующему заданию там было? Заказ блюда, это понятно. Вот, винокурни рассвет серьезно подостородала, Эльзер просит, пытается восстановить порядок. Отчистить дорогу от монстров и других препятствий. Окей. Ну, нам надо выполнять, эти, как сказать, дополнительные квесты, это наша основная задача, поэтому я буду их выполнять. Задание на доставку обратно блюда Эльзе, то есть, отчитаться о выполнении задания и доставить оставшиеся, как сказать, довольный отзыв клиента, как бы, это я могу сделать в любое время. А раз уж я пока на винокурне, то почему бы не очистить дорогу от монстров или чурлов, там, слаймов или что-то подобного, может быть, хотя не вряд ли тут охотники с сокровищами есть в Монштадте, хотя может быть и есть, фиг его знает. Посмотрим, кто там будет вообще. Главное, чтобы не очень жесткие были противники, никакие там глазы бури. Офигеть, конечно, у тебя, блин, дальность задания везде разная. 170 метров. Ладно, погнали сначала вот к этой точке. Придется немного побегать, но я думаю, это в принципе будет достаточно быстро. Единственное минус, что придется возвращаться на винокурню, чтобы сдать квест. но я думаю, я вернусь. А, еще надо уничтожить будет эти шняги. Они меня не видят? Серьезно? Как долго горит эта шняга? Это же жесть просто. Я мог бы, конечно, по скале забраться сейчас и не ждать, пока она сгорит. What the fuck? Во что она утыкается? Нифига себе я жестко так ультанул. Точнее, не ультанул, но вы поняли. Так, не хочу получить заморозку, поэтому лучше сразу от этого хиличурла избавиться. До свидания. Из них не выпадает лут, потому что это сюжетные монстры. А что вот это за штука такая? Почему она светится? Может быть, здесь был какой-то квест когда-то раньше давным-давно? Так, ну я не вижу, чтобы здесь больше надо было что-то убирать. Но надо подождать, когда эта штука догорит. Ну, наконец-то. Вроде бы простое задание, но вроде бы и не такое простое, на самом деле. То есть, много бегать приходится в разные точки и достаточно большие группы зачищать, плюс уничтожать эти непонятные заграждения, хиличурлаф. Ты не щитом, я надеюсь, а просто топором? Вроде бы да. так. Так, еще один лучник наверняка наверху где-то, даже не один. иначе как это он так выстрелил вообще? А вот что ты здесь делаешь? А, это не... Подожди, ты кто такой? Грэг, хочешь выпить? Кто ты? Меня зовут Грэп, работаю на винокурне, хорошее вино, заблудился. Да, в той стороне. Ну что ж, пойдем, немного перебрал, недалеко идти. Ну, короче, понятно, я забавный чел. Кстати, можно здесь собрать что-либо. Вот тут картошка и пшено. Так, ну и последняя задача у нас находится где-то в той стороне. Странно, что он показывает мне, типа, она наверху где-то находится. Проблемы... Лилиан хочет поговорить с вами. Меня прям квестами забивают, честно говоря. Прям закидывают меня квестами, не давая идти по полуночному герою. Но я этот буду выполнять, потому что дают награды. И, типа, эти квесты в любом случае когда-то придется выполнить. Благо, ты не щитом хотя бы, парень. стоило мне это сказать, как он мгновенно достал щит из больших трусов. Не кажется, ли Хиличурл щитом сам свои укрепления разрушает. И опять ульту Эмбер просрал в самый неподходящий момент. Как вы выжили вообще, пацаны? На тебе ульту. Это очень неплохо его сдамажит. Ну и с этим мы тоже, в принципе, разобрались, парнейши. Что это такое? А, это слайм просто. У меня нет смысла с ним сейчас сражаться особо. Так, ну я пошел, наверное. Я думаю, они догорят сами там. Я офигею, если не догорят. Да, догорели, отлично. То есть, можно сразу уходить из точки после того, как ты поджег, оно там автоматически догорает. это хорошо. Что там такое светится? Видите? Что-то там такое интересное. Это не усыпальница глубин для случая? Да, это она. Я бы хотел к ней пройти. на самом деле она достаточно далеко на другой стороне острова. Надо бы ее пометить как-то, я не знаю. Где-то она здесь по-моему находится. Сейчас я точное расположение установлю, скажем так. Вот, я смотрю сейчас вот точно на нее. И теперь мы можем ее пометить. Она находится где-то еще раз посмотрим на какой скале. Там где такие три небольшие скалы есть. Типа там. То есть где-то вот здесь она находится. Давайте вот так ее пометим. Потом к ней вернемся. А пока я бы хотел почему здесь виноград нельзя собрать? так. первым делом надо зайти в винокурню. С Эльзером поговорить. Типа я все сделал. Надеюсь он меня на новое какое-то не отправит поручение. Надеюсь это все что тебе было нужно братан. Ну судя ну сравнивая конечно вот это вот задание с уборкой и сравнивая задание Эльзера они вообще другие по сложности совершенно разные. Поэтому я думаю здесь награда должна быть пожирнее скажем так. Плюс там еще кто-то хотел со мной поговорить. Помните когда я пробежался там какой-то видимо допквест появился. Так во-первых ты Эльзер я расчистил да чисты как никогда забота винокурни господину делюку знает уделса хорошенько надо сделать все задание выполнено. И у меня по-моему еще одно какое-то здание появлялось помните заказ блюда но это понятно. Видимо то задание оно испарилось когда я видимо это было так сказать поручение либо же оно где-то появилось просто на карте меня об этом уведомили либо же это поручение было видимо что-то вроде случайного события встретившегося на дороге но я слишком быстро его пробежал и оно исчезло. потому что я не помню не помню уже где оно там находилось но где-то по дороге наверное я кстати таки не посмотрел что мне дали за награду вроде бы хотел посмотреть и в итоге забыл это сделать ну ладно сейчас короче вернемся еду саре отдадим поставим на задание отправим чуваков и пойдем дальше уже по полуночному герою у меня еще и награда репутация есть в Манштадте замечательно так ну первым делом телепортируемся в Манштад делаем все дела квесты может быть поготовим прекрасный тофу с чем-то там итак собственно здравствуйте во-первых сара блин она еще не прогрузилась ждем окей господи как же долго ты появляешься Манштадт иногда долго прогружается не знаю почему иногда быстро иногда долго все я принес да 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 я доставил плата за еду доставил еду вот плата закуска овощами опять же одно и то же она мне дает запеканку с крабом давайте посмотрим чем можем приготовить и можем ли мы сделать тофу с чем-то там так Манштадтские котлеты медовое мясо с морковкой это замечательно конечно я меня интересует лапша дар и гор кстати грибы нужны острая курица на порог где это блюдо это двухзвездочное еще я проверю на всякий случай вообще все блюда ага вот миндальный тофу я его не заметил сразу требуется сахар молоко и миндаль даже тофу не нужно а зачем тогда тофу покупать если он не используется в приготовлении ну давай давай готовить миндальный тофу окей он легко готовится достаточно и всего 10 штук надо сделать миндаля нам на это хватит а вот молоко и сахар придется докупать сахар докупить я не смогу мне придется его крафтить скорее всего я хотя не знаю может он продается все-таки так давайте еще посмотрим что у нас здесь есть что мы не прокачали еще и я кое-что забыл я реально забыл кое-что сделать вот тушеное мясо здесь можно поменять персонажа который будет получать бонус готовки видите в чем прикол а у меня нету чуваков которые получают бонус готовки а че такое вроде бы же должны кто-то иметь там допустим та же не знаю как-то странно вот сто процентов как бы должна Сян Ли получать бонус готовки почему она не получает никаких бонусов непонятно блин здесь опять сахар нужен да что что ты будешь делать слава богу успел так че еще есть масштадские котлеты уже на фуле о вот это могу еще одно приготовить и оно будет почти на максимальном уровне идеально хорошо и нефритовые мешочки давайте еще приготовим хорошо идеальное приготовление а вот еще острую курицу на пару могу сделать с последним перчиком идеально так и мне надо закупиться продуктами сейчас бегать по-быстрому закупаться продуктами надо вот у этой барышни еще надо кстати что-нибудь на готовку поставить так чем вы торгуете давай показывай сахар у тебя есть я бы купил у тебя сахара реально так в наличии соль есть давайте мы докупим себе я даже наверное по 30 ингредиентов хочу носить чтобы у меня было так перец у меня 16 то есть еще докупаем 14 лук у меня не тратился поэтому только 10 вот молоко мне надо много молока купить у тебя давай сразу 29 молока помидорок давай сюда еще немножко капусты давай капусты еще 8 штучек у меня денег сейчас много могу себе позволить купить всякую шляпу так 8 картошек давай сюда ну и 3 пшеницы допустим так ну все вроде бы более-менее сейчас погнали еще посмотрим не можем ли мы что-то скрафтить с готовкой и надо еще сахар поставить на обработку так приготовление манштадские котлеты ну да появилось несколько новых блюд но они уже у меня все по-моему на фуле так что я могу приготовить так мука у меня дофига муки мне мука не нужна сметана у меня тоже достаточно копченая у меня дофига сливочного масла дофига вот это мне надо приготовить но самое главное сахар давайте с десяток сахара поставим на приготовление и сыра у меня наличие 4 бекона 3 сосисок нету давай одни сосиски так и пока с готовкой закончим потом когда-нибудь может быть вернемся еще поготовим так 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 катерина первая награда поручений давай сюда хорошо во вторых давай экспедиции поставим новые не награды ранга сначала да сначала награды ранга какой-то странный медальончик закладка ученого странное название ну ладно так теперь давай еще катерина мне экспедиции пожалуйста надо новые экспедиции завершить так получить награду получить награду блин мясо как всегда мало принес так ну давай на мясо отправим кого-нибудь допустим фишель пойдет на мясо как обычно у нас это все происходит морковка мне тоже пригодится там для каких-то блюд поэтому беннет пойдет за морковкой а влюе у нас отправится за наверное за рудой причем за кристаллической но еще наверное за рудой пошлю кого-нибудь в масштаб на 12 часов а если мне еще персы с бонусами или нет вроде бы нету пока что так тогда отправиться здесь сахароза на 12 часов все здесь как бы разобрались с экспедициями что дальше можно получить награды боевого пропуска за прохождение я бы хотел я бы хотел прокачать все-таки до конца мону нашу давайте одну такую заюзаем и остальные добьем вот блин у меня идет 4000 опытов никуда ну ладно это нужно сделать так теперь возвышение у меня все имеется я убил как раз этого анема хринету так ну и теперь возвышаем уже за оставшиеся ресурсы нам не хватит конечно 10 уровней ни в коем образе но вливаем все что есть насколько получится уровней повысить настолько и повысим как только она у меня достигнет наверное уровня где-то 50 я смогу заменить допустим нингуан на нее и посмотреть как она будет вообще себя показывать осталось всем немного набить карт опыта чтобы заняться этом поговорите с Хоффманом в штабе ордов вонюс а это с Хоффманом надо поговорить а не с делюком а чуть не забыл ща проверю кое-что еще награда репутации да-да-да-да надо еще за наградами репутации сбегать щас по Береку я уже забыл где находится это место да вот наверху понял принял заберем заберем еще различные квестики у нее кстати есть ежедневные квесты для прохождения для получения репутации и масштаба и по-моему здесь ничего не сбрасывается да то есть мы здесь можем посмотреть заказ на монстров и и попройти эти задания здесь дает репутацию и монеты невосприимчивость к Рио к Пиру нифига себе жесткие у вас задания конечно через 5 дней обновиться а это обновиться через тоже 5 дней надо будет кстати повыполнять вот эти задания и заработать репутации но пока я хочу сегодня не эти задания выполнить может в следующий серий их выполним пока охота именно а что чуть не забыл я же хотел еще посмотреть по оружию открылось ли у нас подземелье где можно найти вот эту шнягу да да есть одно блин мне так лень сейчас с тем заниматься я хочу больше как-то по сюжету продвинуться тем более вот эти вот мешочки нужно долго очень собирать да и 60 уровень у нас джин 60 да по-моему вместе с бейдол поэтому мне не нужно как бы оружие 70 вот здесь вот было конечно бы неплохо оружие хотя бы до 60 тоже повысить у меня оно сейчас какого уровня 50 а для нее еще подземелье закрыто понимаю и здесь тоже закрыто к сожалению так и здесь закрыто понимаю так подождите характеристики нет не характеристики таланты здесь уже все на фуле здесь нужны сострельщики агенты фату и вот эти книжки но тебя я буду менять какой смысл мне тебе таланты качать сейчас вот для байдоу может быть имело бы смысл таланты повысить но сегодня ни среда ни суббота и ни воскресенье вот в чем проблема у джин хотелось бы ульту прокачать да во вот здесь можно в этой бездне побыть и заработать книги в ледяной бездне на втором уровне я могу выбить то что мне нужно ладно давайте потом сначала хочу по квесту пойти если еще время останется сбегаем сюда для повышения урона от ульты джин было бы неплохо но пока хочется именно по квестам пойти хотя бы вот этот квест да выполнить про полуночного героя и с хоффманом поговорить а я вспомню он же говорил мне что типа зачем вы меня обманули что вы полуночный герой и мне нужно с вами поговорить типа бла-бла-бла это я что-то такое помню да-да-да он говорил что-то наподобие этого мы типа притворились что мы полуночный герой потому что делюк просил не раскрывать свою личность и мы в итоге его обманули о слава богу не надо в сам штаб заходить ты меня так обрадовал ну давай рассказывай хоффман ах это вы спасибо что пришли жалко у него губы не двигаются в тот раз мы говорили о полуночном герое вы можете рассказать о нем что-нибудь еще а может сначала спросить в чем дело ах да конечно сперва я сам должен рассказать где мои манеры как бы то ни было ситуация у нас такая взгляните господину полуночному герою слишком долго твое лицемерное самовлюбленное правосудие настоящим мы заявляем мы выступим вечером по тяности силы и главным воротам от штата ровно в если ты еще твердо следуешь принципам твоей так называемой справедливости не прячься в тени а честно прими схватку иначе твои деяния будут распред... придется расплатиться манштату окей письмо ордена бездны покинуй почерк можно посмотреть поближе почти ничего не понятно именно написано хоть и на нашем языке но больше напоминает какой-то шифр однако из зашифрованных частей можно понять общую суть это официальное объявление войны полуночному герою от ордена бездны это значит что судей хотят избавиться от полуночного героя насовсем именно поэтому мы ищем способ с ним связаться чтобы вместе подготовить ответные меры в конце концов это дело перестало касаться только полуночного героя теперь оно касается всего манштата спасибо что поделились информацией если что-то узнаете пожалуйста сообщите мне в первую очередь так ну погнали с делюком болтать надо типа ему сообщить эти новости отправляйтесь серьезно о чем мне надо а делюк же на винокурне наверное да получается блин данж надо пройти блин может прежде чем идти хотя бы данжик пройти чтобы хотя бы ульту повысить до третьего уровня конечно нам надо гораздо больше всего там и навыки надо повышать и маски выбивать господи ой как это долго все это это все так лень делать вот эти вот ресурсы по крупицам собирать знаете я могу конечно крафтить масок да надо посмотреть вообще что требуется джин для прокачки навыков помимо ну там по моему монетки эти нужны дебильные да которых у меня нету или нет сейчас проверим давайте быстренько глянем так таланты до третьего уровня что требуется а это я не могу прокачивать да да не маски нужны в принципе мне тогда легко эти книжки будет нафармить ладно давайте сбегаем немножечко по данжам прошвырнемся я надеюсь нам за синюю книжку не надо убивать монстров слишком высоких уровней я справлюсь за время и мне не придется тратить на этот данж много времени то есть я бы хотел повысить максимально урон от моей джин навыками и базовыми атаками это было бы как раз очень неплохо оружие в принципе у нее нормальное такое нормального уровня хотелось бы и выше конечно но это все очень долго надо собирать улучшать так забытый каньон я еще не уверен смогу ли я пройти на втором уровне сложности одиночный режим здесь кстати еще смола используется да 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 поехали на втором уровне сложности сразу идем потому что нам нужны именно синие книжки а не зеленые хотя зеленые тоже было бы неплохо я наверное из зеленых могу крафтить синие мне кажется так работает маски можно будет покрафтить из разбитых масок опять же да которых у меня достаточно много в инвентаре надо бы и Моне еще таланты повкачивать но опять же надо посмотреть что она там требует для этого да 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 аномалии артерии земли это я все понял меньше слов больше дела поехали 20 врагов за 360 секунд ага недостаточно высоких уровней стоит отметить это будет долго так еще один навык сразу юзаем ультей ульту здесь наверняка будут идти потом маги бездны и придется типа их на скорость убивать ну пока в принципе просто пока враги отлетают вообще легко и быстро достаточно посмотрим как будет дальше а вот супер слаймы пошли всякие блин зря вот там кто-то появился а еще слаймы и по-моему маг бездны еще появился да если я не ошибаюсь он сейчас меня заморозит сто процентов так все с этим разобрались и остался только маг бездны последний противник взял всрал себе навыки ну погнали че так ну изи экипа испытания пройдены не на самом деле просто достаточно я думаю будет гораздо сложнее так теперь нам нужно подойти к дереву собрать свои награды да-да-да-да-да я понял одно указание о борьбе и два учения о борьбе блин а че так мало ресурсов то дается так таланты могу это прокачать в принципе да следующий уровень требует аж 4 такие книги это надо 4 раза это это я не знаю это жестко это серьезно жестко знаете нет вот я прокачал ульту и пока что я думаю мне этого хватит спасибо но я не хочу сейчас проходить 4 раза чтобы 1 талант вкачать это значит чтобы вкачать 3 или 4 таланта мне придется пройти это испытание 12 раз вы че совсем там с ума сходили что ли это это жесть это такой дикий фарм это не знаю столько времени надо тратить на эту фигню ладно ульту хотя бы вкачал как и остальные навыки до одного и того же уровня и в принципе пойдет пока что вообще этим лучше заниматься конечно за кадром но у меня не хватает времени чтобы играть еще и за кадром в геншин то есть мне и так-то не хватает времени чтобы играть с него чуть ли не каждый день я играю в него по-моему то ли каждый день то ли почти каждый день по 2 часа минимум это очень много времени тратит так куда мне надо двигать я смогу отсюда вообще прибежать или мне лучше телепортироваться ну давай быстрее уже карту то что сложно загрузить винокурни рассвет ну лучше наверное стелепортироваться я думаю ну давайте стелепортнемся я больше хочу сегодня пойти именно по квестам то есть я хочу пройти квест о полуночном герое или хотя попытаться пройти продвинуться дальше не знаю какой он длительности будет просто так поехали нам нужно двигать куда-то в этом направлении я еще забыл усыпальницу глубин забрать кстати но я ее пометил я ее могу в любой момент забрать конечно о халявный сундук кстати как я понимаю нам надо поговорить с делюком да а на саму винокурню придется заходить или ты будешь рядышком стоять нет надо именно на саму винокурню зайти понимаю ну давай зайдем окей ох ж этот делюк создал тут веселых проблем всем на самом деле это конечно маги бездны создали проблем всем но тем не менее из-за деяния делюка но я не против даже я даже за потому что я за это получаю кучу резов различных это прикольно про элемент дендра говорится хотя его в игре пока что вроде бы нету ну здорово давай рассказываю делюк у меня для тебя плохие новости мы только что были вордов и вонесы объявление войны да да он уже все знает он же шпион вы че я в курсе спасибо что проделали этот путь чтобы оповестить меня ну как у него свои источники у винокурни рассвет есть информаторы не только в криминальном подполье здорово какой дождь план господин делюк я готов выслушать ваше предложение стоит объединиться переждать на вес стоит объединиться с рыцарями нет так мы только сыграем под руку урку бездны они рассчитывают что таким образом я открою свою личность перед рыцарями ордов и вонес тебе судьба может это не так важна как скрытие своей личности я не понял если ордов и вонес узнает кто я то они будут пытаться вмешаться во все мои дальнейшие планы в конце концов ни одна могущественная организация не хочет чтобы их превзошел кто-то посторонний я думаю монштадт это город свободы и типа там люди добрые не думаешь что они такие злые хотя фиг его знает да орден бесный добавил нам проблем подлые мерзавцы у меня одна идея но сперва мне нужно собрать больше информации а именно понять о чем говорится в шифрованных частях письма да господи это просто чувак в шифрованных тех понятный только ордену бездны возможно его используют для переписки между членами организации эм зачем отправили сообщение которое понятно только им самим значит что письмо содержит не только вызов мне но и приказы для них самих когда становишься героем для одних тоже становишься врагом для других и так как я уже давно являюсь врагом ордена бездны они наконец-то сделали меня целью против которой объединятся их отряды вау чтобы быть супергероем обязательно нужно быть настолько умным господи все было очевидно я всего лишь понимаю своих врагов как я уже говорил герой злодей две стороны одной монеты ну что мы планируем делать непонятной тарабарщиной письме как мы ее поймем очень просто когда что-то не ясно лучше просто спросить мне удалось выяснить расположение крепости можешь ко мне присоединиться если хочешь да окей не вопрос так расположение крепости давайте пойдем где она у них вот здесь понял принял а мы в данж пойдем что ли с тобой ну давай в данж так в данж я уже его зачистил тысячу лет назад ну ладно пройдем еще раз там вроде если ты идешь по квесту все сундуки и награды возобновляются скажем так так что будет неплохо забрать сейчас наградки если кстати в конце серии после этого квеста еще время выдастся мы сбегаем за усыпальницей глубин хотелось бы забрать награды которые там лежат примерно место расположения ее отметил может быть я ее найду легко а сейчас пока идем в данжик что я могу сказать ну здорово пришли орден бездны любит устраивать лагеря в такого рода заброшенных данжах пойдем нужно действовать быстро окей не вопрос храм льва поехали расследовать тайное убежище или ключ к шифру но здесь я уже все прошел поэтому это сюда мы идем награды конечно такие себе одна редкая карточка серьезно поехали меня более чем устраивает такой пик героев совсем скоро наша нингуан пойдет на пенсию и будет ее заменять наша барышня мона посмотрим как она будет справляться если она мне не понравится я просто обратно поставлю нингуан она водяной маг то есть не важно там камень или вода типа это стихия которой у меня нету в отряде вода поэтому было бы неплохо займите себе в отряде смогу больше быстрее пробивать всяких огненных врагов и так далее о мне за делюка дают поиграть интересно я уже правда играл за него о халявный сундук спрятанный за ящиками печати наймого подстранника понял принял больше здесь родни ничего нету так врата возрождения активируем когда еще нам удастся поиграть за делюка и выбить его из паков крайне сложно ибо он пятизвездочный о сейчас растопим его щит он очень быстро кстати ульту накапливает на удивление хотя может это только в рамках именно данжа то есть пока нам бесплатно дают за него поиграть так теперь я могу взаимодействовать с этой штукой а да да что там открылось бла 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 еще регистратор взять там я вижу новых противников блин зачем я ульту заюзал ну ладно ульту заюзал а ящики не разбил понимаю тут есть какой-то секретный проход но я не думаю что там ящик хотя фиг его знает да вроде бы не похоже на секретку какую-то ну давай ультанем пофигу я уже вижу еще одну секретку здесь о кстати я сейчас легко смогу сжечь щит этому чуваку да блин зараза зажали меня в этой колонне сволочи так я убил его или нет я что-то не понял вроде бы нет блин этот лучник меня уже напрягать начинает так в принципе и вот этот вот он себе новый щит поставил только ему это особо не поможет я думаю так тут у нас есть секреточка небольшая что это такое это просто фонарик да видимо так отсюда я пришел а здесь у нас есть пара секреток о картошка нормально маркошка так и здесь есть еще одна небольшая секретка ну как секретка это сложно за секреткой потому что она очень очевидно выглядит так вроде все да получается да вроде бы все о еще картошку чуть не забыл так нам нужно открыть дверь в принципе и идти дальше финальный зал или еще не финальный интересно он кругов по кругу бьет а нет он бьет вперед фениксом понял да блин что ты сдох так быстро фига себе он откидывает конечно всех ау вот это было больно сейчас давайте мы отхилим немножко нашего делюка так хорошо до свидания так это вроде последний был да о орден бездны здорово как вам кстати мой огненный феникс да блин ничего не вижу ай-яй-яй что так больно убили понимаю так короче против ветра лучше ой против воды лучше использовать молнию поиграл значит зяди люка он уже погиб блин использовал синий предмет для его воскрешения отстой о типа завершился квест окей как вы меня здесь нашли орда отбросиус я не из ордов а вонюс а теперь говори каков ваш план письмо все-таки дошло до тебя славно если думаешь что я расскажу тебе все наши секреты то ты глубоко заблуждаешься похоже ты не понимаешь какой ситуацией оказался жечь ладонь огненной кары ты используешь глаз бога чтобы пускать пламя из рук аааа горячо поглядим насколько тебя хватит еще раз стой остановись пожалуйста больно прошу не надо попробовать расспросить отбланы атаки я скажу я все скажу прошу не надо я все скажу орден они собрали силу которая объединяет ненависть полночному герою и не двинуться городским воротом от штата завтра в 10 вечера я больше ничего не знаю пожалуйста не надо меня больше сжечь это все надеюсь не настолько глуп чтобы скрывать что-то еще ну я не хочу убивать его типа ну точнее ничего плохого нет в том чтобы я его убил но все блин всрал синий предмет надолбанного делюка который исчезнет после этого квеста так самые жирные награды конечно заберем в первую очередь хорошо а здесь у нас ничего нету да ну ладно что там по квестам ну типа отслеживание ну мне надо сначала выйти по-любому из подземелья в любом случае сейчас будет короче заруба монштата или что вообще как интересно будет проходить последнюю часть квеста но у нас еще не забрали делюка стоит отметить ну скорее всего нам нужно будет типа дойти до монштата встать у ворот и ждать десяти ночи и тогда мы типа сможем что-то сделать но мне кажется как-то так это будет работать этой информации достаточно теперь мне нужно подготовиться буду благодарен если ты будешь держать меня в курсе плана фордов овониус так точно господин делюк все что пожелаете господин делюк все в порядке в связи с последними событиями господин делюк официально занял первое место в моем личном списке людей которых нельзя раздражать ни при каких обстоятельствах окей такое ощущение как будто я уже такой квест выполнял с делюком узнаете у хоффмана о планах рыцарей ну погнали так хоффман здорово я пришел к тебе следующая сдача расспросить хоффмана ну и затем уже наверное придется встречать этих засранцев ворот а именно орден бездной со своей свитой ну и возможно делюк там покажет собственно из чего он сделан а может быть будет что-то другое может быть мы как-то опередим их и пойдем на их базу и развалим их до того как они на нас нападут фиг его знает опять же так быстро спускаемся вниз и здесь должен быть хоффман который еще видимо а нет вот он итак давай рассказывай что будем делать что же делать с объявлением войны если не получится найти полуночного героя ах это вы скажу честно непростой это дельце я только что с совещанием обсуждали наши дальнейшие действия и знаете что мы решили на все забить объединиться с полуночным героем нет тогда люди будут думать что мы одобряем его существование поощрение единоличного геройства в городе подорвет авторитет ордов и вонюс нет все таки люди короче говнюки оказались понятно а какой тогда план установить личность полуночного героя предложить ему нашу защиту защиту кажется он и без вашей защиты неплохо справляется тс ладно вы помогли ордену в прошлом поэтому я вам скажу по секрету на самом деле защита это всего лишь прикрытие наш план взять за дело это дело полностью на себя то есть вы не хотите дать полуночному герою погеройствовать ну почему во первых чтобы доказать народу наш авторитет горожане должны знать что они всегда могут положиться на рыцарей даже если не будет никакого полуночного героя во вторых орден бездны не знает пощады и с полуночным героем что-то случится это только раззадорит злодеев ничего себе я когда не думала что ордов и вонюс такие сентиментальные но сначала нам нужно личность полуночного героя без нее ни один план не сработает не нужно так убиваться Хоффман просто делай как я говорю капитан Кея последнее время господин Делюк каждый вечер подменяет бармена вдоль и ангелов поручаю тебе в это время не спускать с него глаз но как справишься так точно капитан Кея вы хотите сказать что господин Делюка есть полуночный герой хм кто знает это всего лишь догадка но Кея один такой хитрый засранец и Делюк это второй хитрый засранец кто же выиграет из наших двух засранцев мы сегодня столько узнали о рыцарях да вы задор ну серьезно опять на винокурню рассвет серьезно ну ладно поехали что сбегай туда расскажи этому потом расскажи Делюку а прикиньте мы сейчас сольем всю инфу короче о том что типа на самом деле то тебя хотят вычислить и сделать вот это вот а мы а мы все ему расскажем он тогда будет весь день сидеть на винокурне а мы будем исполнять личность полуночного героя ну или просто сдерживать наступление рыцарей кстати да и супер идея Делюк не будет ничего делать во время нападения армии бездны на Оордов Вониос и посмотрим как они справятся посмотрим смогут ли они вообще без него справиться потом они будут молить о нет почему мы проигрываем полуночный герой помоги нам вот это вот блин еще на саму винокурню надо заходить отстой блин синюю ящерицу не взял хотя мог так ну окей так здорово пацаны я тут я здесь я там я везде долгий квест на самом деле достаточно продолжительный учитывая что мы его и взяли с вами еще получается в предыдущей или в позу даже предыдущей серии до сих пор выполняем его то есть уже получается мы вторую серию подряд только вот этот квест практически выполняем для какого-то побочного квеста достаточно длительной по времени так ну здорово Дилюк тебя рассекретили короче Кея пытается копать под тебя Дилюк нам нужно рассказать тебе кое-что важное насчет Кеи можно было сразу догадаться что он это так просто не оставит вы недолюбливаете друг друга верно это не имеет значения важно то что рыцарей отригрывали именно так как я и ожидал теперь нам нужно продумать дальнейший план действий для начала не стоит возвращаться в таверну нельзя тогда рыцарей станут подозревать меня еще больше Кея на это рассчитывает и что же нам тогда делать дайте мне немного подумать если они хотят устранить слежку то не будем им мешать алиби нам не помешает алиби это что за алиби алиби окажите мне услугу и я объясню заинтриговал в садах к северо-западу отсюда выращивают лучшие в масштаде туманные цветы вокруг сада также растут и дикие цветы буду весьма благодарен если принесете мне немного этих цветов а я пока займусь подготовкой он нас спровадить хочет чтобы что-то сделать сам ну мне нужно покинуть винокурню в любом случае это знаете как помните мульт был такой Шрек и там короче осла спровадила это иди поищи белый цветок или белый цветок на синей ножке или синий цветок на белой ножке что-то в этом духе помните когда осла они спровадили типа вот и точно так же нас делюк теперь спровадил иди ищи цветы короче а я тут пока натворю делов короче чтобы ты не был в курсе и типа ну он хочет обмануть и врагов ну не врагов а и манштадт и меня и врагов наверное одновременно ну посмотрим что он сделает вообще в целом нахрена ему цветы просто я вообще не понимаю здорово делюк подожди я же вроде за цветами пошел ты что здесь делаешь ах вы вернулись позвольте представить вам нашего главного винодела сколько туманных цветов не терпится увидеть результат ты уверен что оборудование выдержит такой уровень чистоты только подумать я разговариваю с самим владельцем винокурни не нужно волноваться господин я буду служить вам даже если это будет стоить мне моей жизни а подождите это не тот трусливый чувак что из жизни что вы замышляете я пока пойду чем раньше начнем это по-моему тот самый трус которого я спас от волков зачем ему столько туманных цветов хочет маме букет подарить если коротко пару дней назад эксперты с винокурни экспериментировали с новыми вкусами они хотели выяснить придает ли вино освежающий аромат добавления туманного цветка вкус оказался действительно чарующим более чем значит это вино неплохо продается нет оно начало привлекать только слаймов чтобы выжить слаймы полагаются на экстракт элементальной энергии они не могут устоять перед нашим вином сколько вреда можно нести зная эта информация заставляет задуматься бум-бум дыша очищается это о чем? ай что это за шум? холодно господин Делюк очистка завершена на оборудовании великолепная работа не волнуйся за оборудование прикажу дворецкому немедленно заказать новое мистер Делюк живет на широкую ногу это то о чем я говорил экстракт туманного цветка для удобства назовем его элементальной приманкой фу какой сильный элементальный запах а как нам его проверить? плесните немного на землю вон там только будьте осторожны совсем чуть-чуть и сейчас будем бить слаймов да как я понимаю ну давай а нужно с ним теперь поговорить еще ну и че он уплеснул и че дальше вот столько достаточно и долго ждать ух ты оно и правда привлекает слаймов даже сильнее чем мы думали эффект превзошел все ожидания нужно с ними разобраться прежде чем они разгромят все поместье так подожди а сколько там слаймов то было? я че-то не успел рассмотреть пропустил диалог ну такое серьезно? три слайма превзошел все ожидания ты издеваешься? а нет смотрите еще слаймы появились теперь другой элементальной энергии а эти уже отлетают от одного удара давай домой так и третья волна последняя как я понимаю ооо большие слаймы ты не в ту сторону воюешь слайм ага теперь сначала типа два вида слаймов а теперь получается так ну это пробивается у нас вот этим двуручным оружием его щит а че сразу убегаешь то трусишка все поговорите с делюком так че дальше делюк фух такой сильный эффект и такой маленькой хапки цветов ну хоть не зря мы их собирали ладно господин делюк что нам может наконец рассказать что ты задумал да мой план состоит в том и мне не скажут как обычно да вот и весь план ты уверен что он сработает в твоем плане только ты сам с самого начала был только я один и с новыми проблемами справиться должен тоже я один ну ладно раз уж ты так решил но все равно пойманы никакие будут тебе помогать так ведь никакие да я и вправду у вас долгу так же давайте следовать план увидимся в таверне а все таки ты решил в таверну еще пойти дождемся вечера и встретимся в таверне окей ну погнали в таверну для начала че я могу сказать сначала в сам монштадт а потом в таверну меня только волнует вопрос а я должен типа сначала дождаться вечера а потом встретиться с делюком или нет вообще такое ощущение как будто я уже проходил этот квест реально может быть мне конечно кажется просто просто был похожий квест с делюком но такое ощущение что как будто я именно вот этот квест проходил То есть я помню, что я там тоже далеко встречался в таверне Помню, что тоже мы сражались с магом бездны Тоже защищали данж Такое ощущение, как будто повторные квесты Я прохожу второй раз подряд То есть квест повторно прохожу Так, направляйтесь в таверну Еще не прогрузились некие текстуры Я уже зашел в нее Окей Окей Сейчас нам скорее всего скажут ждать вечера Вот это вот опять Да Ну как я понимаю, это уже финальная часть квеста Но я такое ощущение, что я не успею Пройти до того момента, как у меня Начнет лагать игра, потому что уже скоро Разрядится телефон у меня Но я постараюсь пройти Даже если будут лаги, можно и с лагами немножко поиграть Так, дождись вечера с 19 до 6 утра Окей, не вопрос, сейчас сделаем Так, поймон Время 19.03 Готово И теперь поговорить с делюком И Хоффман здесь Как-как-как-никак Приветствую, мистер Хоффман Рыцарев до Фавониус Чем могу быть полезен в твой поздний час? Эм, ничем Просто выдалась свободная минутка Решил зайти выпить кружечку Вот и все А, путешественники Рад вас здесь видеть Мы вас тоже У нас такое хорошее настроение сегодня Вот решили погулять Что желаете заказать? Я буду виной о задуванчиках Паймон хочет яблочный сок Эм Ну Паймон забыла дома кошелек Никаке, у тебя есть немного денег? Эм А можете просто записать на мой счет? Прошу прощения, но мы не открываем счета ни для кого В таком случае я все оплачу Не нужно, мы просто сбегаем за деньгами Покиньте таверну А, это типа был предлог? Ну понял, сейчас посмотрим Да уйди ты нафиг отсюда Это чувак, по-моему, который говорит, что он может сыграть Но сейчас он не хочет играть И типа от него не дождешься этой его сонаты Хотя фиг его знает Может быть он уже передумал Но я что-то сомневаюсь в этом Ну типа Я не знаю в чем будет план Делюка Пока непонятно Такое ощущение, как будто я реально уже проходил этот квест Я помню, как я топтался рядом с этой таверной И тоже там нужно было дождаться ночи И тоже выйти И как бы Такое ощущение, как будто это я уже проходил Но я точно не помню полуночного героя То есть, возможно, это просто типа Квест на основе старого квеста Но с некоторыми модификациями Но это как-то дешево Я не знаю А, так Расположить элементальную приманку В ворот А, типа мы приманим Хоффмана туда И он типа ничего не узнает Пока полуночный герой будет сдерживать Мага в бездне и так далее Интересно Ничего себе Ты использовал все Это будет эпично Миллионы, миллионы, миллионы слаймов Да, да Можно уже уйти отсюда Это же слаймы Быстрее пошли в таверну Пока нас не заметили А, меня автоматически туда телепортируют Прикольно Я не против И пока рыцари орда Фавониус Будут, короче, отвлекаться на этих слаймов Как я понимаю Мы будем зачищать орден Бездны, да С Дилюком Скорее всего он скажет Я сам со всем справлюсь Но я такой Нет, я помогу тебе справиться с орденом Бездны Давай Рассказывай Дилюк Да, капитан Киэ отличный рыцарь Хоть и хлопот нам доставляет немало Нет, так нельзя Нельзя выставлять своего командира в плохом свете Если капитан Киэ услышит Мы вернулись Моя боксия сок уже готов Одну секунду Сэр Хоффман Тревога у боковых ворот Всем собраться у боковых ворот А, что произошло Слаймы, сэр Слаймы? Они тут кругом Ты в первый раз их видишь? Никак нет Но их там столько Сколько я никогда в жизни не видел Неужели это самое секретное оружие Ордена Бездны? Но ведь у меня тут своя миссия Хм, разве вы не говорили Что заслешь всего лишь на бокал вина? А, нет, я имею ввиду, что Хм, так значит Вот как ведут себя рыцари Ордов Вониус В экстренной ситуации Орден Бездны уже стучит в городские ворота А они только думают Как бы допить свое вино Я всегда говорил Что Ордов Вониус Не сможет нас защитить Я Вы правы, господин Дилюк Как я вас разочаровал Так, мне пора на задание Но сначала Никакей, мне нужно кое-что сказать тебе наедине Хм, я не буду с ним глядеть Ты че Глаз с него не спускай, да? А? Тс, тише Ты ведь знаешь мою миссию? Прошу присмотри за Дилюком вместо меня Ни в коем случае не дай ему покинуть таверну Мне срочно нужно прибыть к боковым воротам Я очень быстро вернусь Не подведи меня Окей Хе-хе-хе-хе Прекрасно Путь свободен Ура, все идут по плану Мне нужно вернуться раньше Хоффмана Времени достаточно Но терять нельзя ни секунды И конечно же Вот в эту секунду У меня раздридился телефон Даже не дал мне до конца Выполнить квест Блин Сейчас лагать будет капец Как с Орденом Бездны Когда мы будем сражаться Но блин Я хочу Я хочу пройти этот квест сегодня Может быть Не будет так сильно лагать Да блин Кого я обнадеживаю Конечно сейчас будет лагать Капец как Но если там не на время будет То можно попробовать Как бы Я уверен Что там будут Достаточно слабые противники Из Ордена Бездны Правда не знаю Кто будет боссом Там наверняка будет Какой-то босс Босс Ну скорее всего Это будет тот из отрядов Атуи Как обычно Атуи всегда во всем виноваты А может это будут Просто обычные маги Бездны Там только Допустим Четыре разных Да Разных стихий Блин С ними кстати С лагами Очень неприятно Сражаться Если честно Тем более Занимает больше времени Чем обычно Ну давай Давай Не Если будет очень Прям сильно лагать Прям вообще невозможно Я наверное Тогда уже на следующую серию Оставлю Прохождение Я же не должен был Сейчас пообщаться С Дилюком Я должен был выйти Из таверны Да Как я понимаю Самая быстрая загрузка В мире Конечно Жесть Давай Грузи уже Наконец-то Ну Чуть терпимо Знаете Так По лагам Хотя Не очень приятно Конечно Но Я думаю Можно сражаться Некоторое время Погнали Разберемся С слабаками Из Ордена Бездны Если их будет мало То это будет изи Мне побыстрее С ними разобраться И будет все зашибись Так Так И че это за Завесон такой А Типа Анимация Загружается Прикольно А Это Хиличурлы Серьезно Он сказал Типа Они идут Ну давай Показывай На что Ты способен А На что Я способен Я понял Или нет Или все таки Он будет сражаться Общение с вами Самая простая часть Блин Красивую аниме Сцену Блин И она Подвисает А че он не надел Маску Своего полуночного Героя О Ледяные маги Пошли Он метает Свои меч А он к нему вернется Интересно Или он вернется А он вернется К мечу Подожди Он даже его не взял Он их стал избивать Чисто ногами И вдруг взял меч Блин Прикольно Что эта аниме Сцена сделана В качестве Троих магов Бездны Просто с одного удара Понимаю Но мне кажется Это не все Мне кажется Мне придется Помочь Делюку Это типа Главный маг Бездны Или че И новый Хиличурл Да Скорее всего Мне придется Ему сейчас помогать Он один вряд ли справится Ну погнали Поможем Че я не знаю Хотя наверняка Он не будет сейчас Сражаться А не Подождите Я играю за Делюка Где противники То давайте уже Можно пока Я не знаю Сбегать Грибы собрать Я фиг знает Пока тут Орден Бездны Заспавнивается Так Ладно Я грибы собрал Давайте Где Орден Бездны Я не понял Игра Там Там ничего Нету О Ну наконец-то Ты решил Появиться Ух ты Видели Как его Морда Удлинилась Кстати Забавная Тема Да Задрали Вы че Издеваетесь Надо мной Джин А ну ка Разберись С хиличурлами Которые Здесь Мешаются What the fuck Че за прицел Еще Кстати Моя ульта Окразовается Их стягивает Еще в центр Почему У них Нету Столбиков Здоровья О Наконец-то Появились За Делюка Я не хочу Играть У него Урон Гораздо Меньше Чем у Моих Персонажей Поэтому Так Будет Быстрее Даже Лук Прям Появился В воздухе Это даже Смешно Иногда Сражаться С ними Я ему Разрубил Лицо Пополам Почему Мне Не Засчитали Удар 2700 Получай Расписывайся Вот как Я не попал Сейчас Я же Прям По нему Ударил Откуда Мясо Птицы Здесь Зелось До свидания А Ты еще И выжил Все Сейчас Ты толстый Конечно Еще Одна Волна О Давай Ультовать Я не знаю Нет Не Не Стан Пожалуйста Ну Поехали Щит Надо же Разрубать Все Таки Как Никак Не Очень Большой Урон По щиту У него Честно Говоря Блин Блин Последний Удар Не хватило Я Кстати Его Как-то Сам Заморозил Мага Бездны Надо В первую очередь Убивать Он Будет Мешаться Очень Сильный Так Так. Ну, сколько уже можно? А, вроде всё, наконец-то. Окей, смотрим тогда, получается, завершающие сценки. Надеюсь, они будут не в видеоформате. Старый добрый делю, как всегда, вовремя. Пустяки. Некогда болтать, я не знаю, насколько серьёзная ситуация у боковых ворот. Нужно вернуться в таверну. Посмотрим. А может, никто и не узнает о нападении Ордена Бездны, и типа... Фуф, рада, что всё закончилось. Пошли в таверну, проверим, вернулся ли Хоффман. Чувствую, Кея за этим за всем наблюдал, и он уже всё в курсе вообще всего. Вернитесь в таверну быстрее Хоффмана. А чё, я могу не быстрее Хоффмана вернуться в таверну? Ну, быстрее Хоффмана я вряд ли смогу вернуться, потому что... Ну, времени вроде бы никакого нету. Если я буду смотреть в пол, у меня не так сильно будет лагать, и я смогу быстрее вернуться в неё. А-а-а, чёртова автоматическая телепортация, не хочу смотреть на непрогрузившиеся текстуры. Заходим в квадратную коробку. Хе-хе-хе-хе, и сдаём квесты. Ну, скорее всего, мне ещё придётся выйти наружу, и типа... Ещё завершить квесты, поговорим с кем-нибудь, наверное. Мне не нравится, что я трачу много времени на выполнение вот этих вот челленджей по доставке еды. Иногда я просто прохожу их несколько раз, и когда я прохожу их несколько раз, я натрачу очень много времени. Ещё после этого мне нужно проходить ежедневные задания, я трачу на это много времени. И на основные вот дополнительные квесты у меня остаётся очень мало времени, я не могу даже пройти их сразу. То есть мне приходится их в несколько заходов проходить. Я могу, конечно, забить там на ежедневные квесты, забить на задания, но я тогда не буду получать осколки. Осколки здесь самое важное, если ты хочешь усилять свою коллекцию, типа... А это первоочередная задача. Исследование мира, конечно, тоже хорошо, но осколки не со всех заданий. С тех же дополнительных заданий некоторых вообще осколки не дают. Хотя, наверное, за финальный момент задания должны дать. Чё-то типа того. О! Видеоролик, видимо, прошёл. Пошёл. Кажется, Хоффман ещё не вернулся. Мы успели вовремя. Здорово. Ситуация проясняется. Не ожидал, что армия Ордена Бездны в неделе окажется кучкой слаймов? Вот так сюрприз. Возможно, истребление слаймов – самое подходящее задание для рыцарей Ордена. Мастер Делюк, прошу вас, проявите хоть немного уважения. Никакей, ты чего так вспотел? Да так, это жаркий коктейль. Мы делали приседания. Приседания? Но почему именно сейчас? Кажется, Хоффман начинает всё это подозревать. Хм. Здравствуйте, разрешите понтесоваться. Видели ли вы, как мистер Делюк сегодняшний бармен покидал таверну? Понял, расспрашивает других посетителей. Нам конец. Мистер Делюк? О, он всё время находился здесь. Понятно. Господин Хоффман, ваше вино из-за дуванчиков. Когда закончите выпивать, передайте от меня привет рыцарям. О, мне пора идти, рыцари, ждут мой доклад. Вот возьми это в знак моей благодарности. Хм, как странно. Ух, пронесло. Я всё предусмотрел. Все посетители таверны, кроме вас двоих работники моей винокурни. Все без исключения? Ага, есть как минимум одно исключение. Кей, а ты что здесь делаешь? Я сижу в уголке и наслаждаюсь представлением. Ты был здесь всё это время? Верно, моя любимая часть шоу алиби полуночного героя. Хм. Что ты собираешься делать? Расскажешь всё рыцарям? Ха-ха, Дилюк. Я заинтересован в том, чтобы сохранить твой секрет, и ты это знаешь. Мне было блю попытно, как далеко готов зайти полуночный герой монштата. И ты меня не разочаровал. Мне не нужно тебе ничего доказывать. Ха-ха-ха, естественно. Должен сказать, однако я не ожидал, что полуночному герою понадобится помощь. Прошу прощения, но мы закрываемся. Будьте добры, покиньте помещение. Ладно, ладно, в любом случае мне на сегодня хватит. И ещё. Говори. Я рад, что у тебя появился помощник. Доброй ночи. Вроде Кея как-то более, знаете, делюкотность лояльна, а Дилюк что-то всё время его прессует. Почему они не могут жить мирно? Что я хотел сказать? Это не важно. Спасибо за всё. Возьми это в знак моей благодарности. Ух ты, спасибо, мистер Дилюк. Обычно я действую в одиночку, но мне понравилось работать с тобой. Если тебе что-то понадобится, ты знаешь, где меня найти. Окей, не вопрос. Всё, выполнено. Мудрая сова, глава первая, завершена. Задание выполнено. Ебой! 60 фрагментов. Отлично. Давайте посмотрим, выполнили... Всё, мы выполнили все доп-квесты. Следующая серия будет уже про основной квест. Офигенно. Очень круто. О, учение о борьбе. Подождите, это не то, что мне нужно было. Секунду, секунду. Так, и Мони я бы хотел тоже накинуть карточек уровня. Перед концом серии хотелось бы накидать карту. Так, ещё один уровень. И совсем скоро Мона вступит в мою армию. Осталось совсем немножко. Ещё 4 уровня, и она вступит в мою армию. Можно хоть сейчас её использовать, но пока я считаю слишком слабой, чтобы её пока юзать. Поэтому подожду лучших времён. Ну, смотрите, задание мы выполнили. Всё зашибись. Давайте мы выйдем отсюда, чтобы когда у нас в следующий раз игра запускалась, у нас Манштадт сразу прогрузился. Хотя нам всё равно в Лиёй придётся переть, да? По-любому. Ещё можно, кстати, посмотреть, что есть у Марджори, или как там её? Ну, короче, торговские драгоценности. Может, мы можем купить ещё каких-то камней, там, знаете, для той же этой Моны. Хотя наверняка там уже нужны более высокого уровня камни, чтобы повысить её до 60-го уровня. Там ещё придётся минимум 2 или 3 раза убить водяного вот этого засранца. Но это нужно будет сделать рано или поздно. Ну, возможно, попозднее, чем сейчас, потому что я редко использую магов в своём отряде. Я в основном дерусь ближними... бойцами ближнего боя. Поэтому сейчас мы просто, наверное, проверим пару вещей и будем заканчивать уже. Квест мы прошли. В принципе, ничего интересного в этом квесте среди новых противников там не было. То есть те же самые маги бездны, которых мы уже убивали пачками. Те же самые слаймы, которых мы убивали пачками. Те же слаймы или чурлы, которых мы убивали пачками. То есть мы это всё уже проходили и как бы... То, что даже у нас лагало в конце, когда мы сражались с Орденом Бездны, это, типа, никак не зарешало вообще. То есть единственное, вот только анимация, типа, самого Делюка была замедлена. Это, конечно, неприятно. Хотелось бы на неё посмотреть, типа, в нормальном, без лагов. Но, ладно, уж чё поделаешь, раз уж на андроиде игра вот так работает через жопу у меня. Потому что у меня телефон не самый мощный уже давным-давно. Так, давайте мы разберёмся для начала с... С чем я хотел разобраться-то? С чем-то я хотел, вот только забыл с чем. А, да, я хотел купить говна у этой штуки. Хотя не хочу, не хочу, нет. Я потом с этим разберусь. Зачем мне сейчас это нужно в конец серии? Я лучше пока, знаете, чем займусь. Во-первых, посмотрю, если у меня достижения какие-то. Персонажный инвентарь, достижения, вроде бы, ничего нету. И посмотрим, что у нас по звёздным осколочкам. Сколько мне ещё надо накопить, чтобы разблокировать новый призыв себе? Чё, проверим. Ещё половину. Половину я накопил, осталось ещё столько же. 800, то есть. И здесь ещё надо 3 сферы. Окей, понял, принял. Ну ладно, в принципе, в остальном меня больше особо ничего не интересует на данный момент, да? В следующий раз попытаемся начать, наверное, основной квест. После выполнения всех ежедневок и заданий по доставке. Либо же пойдём по данжам. Не знаю ещё точно. Но посмотрим, посмотрим, что будем делать дальше уже, в следующей серии. Сейчас особо думать неохота, поэтому на этом я буду заканчивать. А с вами был Ник. Большое спасибо вам за просмотр. Удачи. До скорых встреч. И мы ещё увидимся. На этом всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok